всем привет ребята девчата с вами нам бат вы у меня просили новую серию по моей игре вот пожалуйста записываю единственная она будет не такая длинная как предыдущие потому что я решил что лучше я буду почаще выпускать видео но но они будут покороче то есть вот допустим сейчас я всего пару дней поработал повозился с игрой но и решил вам сразу записать изменения какие я уже сделал я пофиксил на грязь вот эту лужу до которая у меня в прошлом видео неправильно работала то есть я могу пить воду из этой лужи мне кстати не такая сильная жажда как был сушняк в прошлый раз вот можно пить из лужи да но если мы поставим какой-нибудь зимний месяц соответственно мы можем ходить по луже но соответственно по льду но пить мы уже отсюда не можем вот то есть я пофиксил об этом я кстати уже рассказывал своей группе вконтакте там у меня в формате скриншотов выходят тоже новости по игре но сейчас у меня такие изменения прикольные визуальные что но их скриншотами не покажешь поэтому я решил записать видео но она как я уже сказал будет короче чем обычно вот дальше у нас опять наступила весна там лето мы можем опять пить воду все нормально все отлично работает давайте я поставлю наверное какой там январь мне вот хочется чтоб снег был побегаем немножко по снежку послушаем звуки шагов по снегу посмотрим на следы от ног в сугробах вот на мне вообще вот когда в детстве играл там в gta например там в gta ты сан-андреас в gta 4 мне вот лично не хватало того что допустим когда тебя за окном наступает зима чтоб ты мог в игре тоже взять и по снегу побегать да вот в моей игре теперь такое будет то есть я когда захочу в себе включу снежок у меня будет и за окном снег и соответственно в игре снег а вот чем хотел показать значит у меня теперь работают волны в океане я если честно ничего с этим вообще не делал в прошлый раз они по моему меня не работали вот я не знаю каким образом они сами подчинились и теперь вот у меня есть вот такие вот волны в океане они конечно пока не издают никаких звуков вот но они работают то есть вот есть волны они прямо накатывают тут вот такой прибрежная линия такая становится более влажно ну соответственно снег только не тает да и там ну естественно под водой если туда зайдем здесь у нас ну снега нет естественно да ну тут такой обычный песок вот и чаще я пофиксил меня был тут бакс коллизии о нем своим спонсором кстати уже рассказывал раньше тут вот на краю воды у меня короче персонаж немножко в воздухе летал вот эта касса с коллизией была проблема я когда фиксил коллизию на луже у меня вы подлаги это время записи у меня и соответственно и пофиксилась эта же проблема здесь в океане но я потом один этот пресет коллизии поставил что на океан что на воду в лужах в озерах в пресных водоемах короче и вот в океане теперь одинаковый присат коллизии теперь все отлично все нормально вот теперь я вам покажу что еще я сделал буквально сегодня вообще всего два дня реально вот посидел поковырялся с игрой и уже такие заметные изменения мне прям самому понравился прям кайфанул решил вам показать записать значит вот у нас винтовочка да вот ее можно теперь только экипировать соответственно все остальные другие возможности я убрал у меня потом будет отдельная анимация как мы ее ну вообще в игре будет одна вот такая всего лишь винтовка мы ее один раз найдем когда-то где-то она будет спрятана что такое а туча вот она будет где-то в каком-то месте находиться мы ее находим единственный раз в игре и нажимаем экипировать да соответственно будет единственный раз в первый раз когда мы находим проигрываться анимация что мы ее нашли и вот он ее там как-то посмотрит поверь в руках может быть и повесит себе за спину блин темно зараза вот дальше значит мы можем ее достать соответственно у меня есть уже анимация доставания винтовки и включая лесовский оверлей то есть я вот наконец-то начал все на вилле и переделывать лесовский теперь у меня вот работает как раньше нормально анимации кувырки вот так вот уже раньше нельзя было кувыркаться по-нормальному с винтовкой в руках да теперь все это работает такое что ночь наступила но это просто пасмурная погода вот соответственно мы и убираем срабатывает анимация он и вешает назад пойдемте переключим наверное на погоду получше по более благоприятную значит человек хотел сказать вот это вот все дело я наверно буду убирать я тут посмотрел у одного своего очень хорошего коллеги тоже инди разработчика ссылочка на него кстати есть на главной странице моего канала там самый низ ли пролистайте вот там есть короче интересный канал его там можете найти один очень интересный канал автор которого делает значит выживалку похоже на long dark в тоже таком заснеженном мире так скажем вот значит еще раз достаем винтовку анимация срабатывает тут можно все вот это вот делать убираем винтовку но это ладно как бы в принципе и раньше было да но единственно не было анимации доставания но теперь прикол в чем я допустим могу хоть с винтовкой хоть без винтовки я могу зайти вот тут есть damage зона которая наносит урон там определенное количество да ты чё издеваешься что ли вот я о чем говорил то вот эту всю фигню я буду убирать а я посмотрел знать что своего хорошего коллеги он сделал себе прикольную консоль разработчика я наверно тоже самое буду делать и вот этого всего не будет я смогу ну чтобы не не бегать туда постоянно я смогу в любом месте карты просто открыть консоли поменять там погоду время суток и так далее короче потом накрутить всех и п еды сытости вот чтобы можно было дальше тестировать игру ну и не тратьте время на вот эти всякие пробежки туда-сюда ну хотя бегать по снегу прикольно или там по лужам очень звуки офигенные возность мы заходим нас дамажит и когда у нас меньше 50 процентов нас вот такой теперь оверл эстейт меняется на короче такого вот пораненного персонажа вот он держится за бочину там те короче когда много урона нанесут пока это 50 процентов то есть если меньше если процентов здоровья то он такая вот фигня срабатывает вот но в будущем но я эту цифру естественно поменяю просто так легче тестировать что вот это вот и у зона точнее дэмэдж зона она сильно дамажит очень но и можно быстро откинуться поэтому я сделал пока 50 процентов чтобы но если меньше 50 процентов я вот такой стоит соответственно когда винтовку достаешь но затем вот так вот ходишь то есть ну ты же пораненый да то есть вот это вот я тоже все сделал возился но когда в прицел заходишь он меняет опять на лс оске и другой стоит который с винтовкой обычные то есть мы можем нормально целиться то есть все нормально потом мы опять хопа отпускаем прицел у нас опять вот такая вот фигня убираем винтовку соответственно бежим сейчас мы возьмем рюкзачок возьмем рюкзачок возьмем зелье здоровья который еще из игры не выпилил но его у меня точно не будет но я его пока оставил для таких вот вещей воды я могу похилиться да и смотри нас четверочку нажимаю сейчас хопа я похилился у меня соответственно обычный теперь стоит оверлей теперь у меня вот обычная анимация затем обычно ходить кувыркаться и все такое если опять поранить давай допустим с винтовками там поранили да я там перестрелился с кем-то вот и короче о поранили вот он сразу так же переходит все нормально работает переходит в этот стоит вот теперь я могу допустим да вот опять прицел заходить выходить его сейчас солнышко немножко выйдет вот дальше я могу похилиться без на хоп я опять в нормальном состоянии сейчас я опять поранюсь вот и допустим вот в таком вот стоите я могу кувыркаться да то есть он вот использует именно эту как бы такой пресет анимации да то есть основной на который уже потом дальше смешиваются накладываться все остальные анимации единственно все это сделано коряво вот мысли на ноги персонажа смотреть когда он достает и убирает винтовку вот они вот так вот дрыгаются непонятно это потому что анимации неправильно смешиваются точнее они вообще по сути не смешиваются потому что вот в этом вот survival game kit сделано все по простецки там анимации в блупринте инвентаря просто монтажом проигрываются вместо того чтобы они был принтер в анимационном короче смешиваться с другими анимациями поэтому пока вот такая вот фигня их просто пока включил вот эти вот анимации доставания убирания они кстати тоже будет другая вот даже на бегу он какая фигня получается вот такая вот дрыгается короче персонаж дергается вот это потому что но неправильно сделано здесь вот в этом а сайте все в принципе я разберусь и все это сделаю как надо то есть в большинстве готовых ассетов всегда найдутся такие вещи которые сделаны криво и неправильно но это не ну как быть от этого никуда не деться по-другому нигде лучше все равно никто не сделал поэтому будем удовольствоваться тем что есть еще значит что у меня в планах вот камера мне не нравится как у меня вот курсора слишком этот называется ну да курсор может сказать эта точечка она по идее по центру экрана стоит но при этом она так сильно справа от персонажа то есть камера слишком как бы справа от персонажа находится мне надо и вот сюда вот поставить чтобы она была вот здесь сзади и чуть повыше поднять но чтоб поудобнее было и тогда будет вот никогда не будет казаться что у меня вот винтовка куда-то вправо смотрит но на самом деле она как бы ну правильно стрелять я проверял все единственно просто камера тут неправильно стоит ну и соответственно от первого лица вот это вот тоже это все исправить можно это нужно просто тоже будет поработать я над этим пока не работал поэтому вот как есть так есть теперь еще вам покажу тесно полечиться сдохну и допустим да вот я включаю лс оске оверлей когда достаю винтовку я теперь могу допустим паркурить с ним у меня все нормально работает все залезаю вот он винтовку в правую руку берет здесь вот хоп здесь уже на высокое препятствием двумя руками забирается все работает как надо можно кувыркаться с винтовкой прыгать с винтовкой он она как бы нормально держится в двух руках то есть приклеивается как бы к рукам все работает все хорошо вот над этим вот я и поработал дальше я уже как сказал надо с камерой разобраться ну и там сделать наверное себе консоль разработчика и дальше уже посмотрим а вот нарезать эти долбаные звуки чайка то у меня вот этот вот один одинаковый постоянно звук у всех человек уже начинает бесить я их наверное просто под нарежу и ну сделаю рандомно чтобы каждый кстати нашел косяк чтобы короче у каждой чайки но рандомно звуки проигрывали чтобы они не были всегда одинаковыми косяк нашел в том что у меня короче рюкзак слишком высоко одевается на персонажа эта проблема скорее всего смешим а я знаю даже чем проблема пойдем выключим зиму сейчас посмотрим исправится проблема или нет заодно протестируем вместе с вами чтобы ролик получился не таким коротким вот я скучу какую-нибудь осень окно и чё не все тоже самое значит да рюкзак высоковато одевается это заткнись чайка проблема в том что короче меж значит слишком высоко там короче стандартный андре ловский скелет он по моему немножко выше моего персонажа и поэтому такая фигня происходит но это мы подкорректируем это все тоже главное что я это заметил но так все принципе птички летают у нас тут инвентарь работает я тут ничего пока не делал хочу сделать концепт инвентаря то есть тут вот потом вот эти вот иконки поменьше будут их тут будет больше потому что может быть на себя больше предметов навешивать вот потом вам в к тоже скриншоте ком покажу что у меня из этого вышло и соответственно да поэтому ссылка на века будет в описании обязательно подписывайтесь чтобы не пропускать вот такие вот промежуточные обновления то что видосы я вроде как и подумал что буду делать чаще но не знаю что там дальше у меня по планам получится да и вообще ну скоро ли я исправлю все что запланировал чтобы опять набралось на очередное видео вот в фонарик тоже надо исправить когда в прицеле он у тебя светит очень куда-то под ноги вот ну и когда бежишь тоже у нас и светит слишком вниз надо его повыше сделать вперед впереди освещала то он получается вот на спринте он нифига впереди не освещает он освещает под ногами то есть тоже надо повозиться по работе вот в цели вот чуть такой он смотрит куда-то сюда освещает все под ногами хотя по сути рюкзак не так сильно а ну хотя до сильно наклоняется но короче это уже надо исправить чтобы было удобно играть понятно что да он привязан к лямке рюкзака и при наклоне он сильно наклоняется при прицеливании но с другой стороны так играть невозможно поэтому надо сделать что-то более менее среднее между реализмом и удобством игры вот на этом все спасибо всем за внимание желаю вам хорошего дня отличного настроения большой удачи и крепкого здоровья а я вот прячусь в тепличку и здесь пропадают звуки дождя буду пережидать дождь здесь до новых встреч друзья и и Редактор субтитров А.Семкин